И как и обещал, вернемся к Джону Миллиусу, который не имел прямого отношения к созданию Большого Лебовски, но с которого списали Уолтера Собчика. В середине нулевых он фактически потерял работу, потому что он был крайне правых взглядов. Во времена Буша и Рейганов это прощалось, находило даже какой-то отклик. А с приходом демократов к власти, ну и в принципе в Голливуде его за его высказывания спонтанные не взлюбили, задвинули на второй план, и в середине нулевых, судя по интервью, ему не хватало денег, например, на обучение детей. Хотя он был далеко не последний режиссер, поставивший Конана Варвара, кучу сценариев написавший. Он активно искал работу, друзья ему там время от времени какие-то эти заработки подкидывали или деньги, но время было непростым. В середине нулевых он эту работу нашел, потому что он был одним из двух главных создателей известного нашего любимого сериала «Рим». И, собственно, из двух сезонов полтора сезона отрабанил сценаристом и зачастую режиссером он. Возникает вопрос, почему при этом он отработал полтора сезона? А вот недавно его дочь, которая тоже сейчас уже взрослая и кинодет, открыла эту тайну. Говорит, что в середине второго сезона сменилось начальство СБО. Над папой поставили начальницу-либералку, которая его возненавидела, и она его с сезона выжила. А так, говорит, что у папы-то планы были на десятилетия вперед. Его очень привлекали всевозможные окраины империи, куда, по идее, должен был Люций Варен и Титпула сбежать. И он там вел записи про всякие языческие обряды, религии. То есть вот это бы в третьем сезоне могло всплыть только так. Вот, и интересный момент. Если помните Атью, то он ее списал со своей жены, ну, бывшей уже, но мамы вот этой как раз дочери, которая пишет. Дочка говорит, что в детстве не очень это поняла, а сейчас, говорит, Атья вызывает у нее больше симпатию. Ну, там такая женщина, в общем, суровых нравов. Т определенный момент. Продолжение следует...